всем привет сегодня у нас опять уралвесовоз а в первую очередь хочу передать еще привет александру михайловичу антонову не знаю из кого города правда еще чем хочу сказать тут приезжали подписчики ко мне два подписчика уже приезжали с челябинска сергей приезжал на шевроле не вино и тут на поминенный ходили там на витлан куда-то я не знаю туда в ныроп куда-то они вроде ездили в черни там ту сторону привет серега большое спасибо что заехали конфет не привезли спасибо за конфеты с челябинска главное что-то почему-то мне везет василий вот приезжал с челябинска это тоже василий привет тоже большой и еще недавно тут на днях во вчера приезжал подписчик тоже но он тут местный как бы раньше здесь красноишески жил каком-то восемьдесят пятом году вроде где-то отсюда уехали в самару сейчас самаре живет зовут его иван меда мне привез маночки две такие спасибо за мёд то консетами там то медом подкармливают видимо чтобы это потолще чтобы выйдет иван большой привет приезжали еще там он я не знаю еще сегодня может даже здесь еще не уехал скорее всего сейчас расскажу чем занимаюсь вообще машину разобрал движок там разобрал все разобрал короче протачивающие машинки сейчас у меня нету заказала жду когда придет когда сделают я сначала вернее не знаю когда будет готова чему же это через неделю где-то пока по почте пришлю туда-сюда короче времени много будет еще потом что еще заказал запчасти в челябинске там мясе там разные на двигатель тут заказал запчасти вкладыши оттуда заказал два шатуна новых но не новых вернее поддержанных но в хорошем состоянии там они ремонтные кардан передний заказал и на редуктора вот такие блокировки все делать буду один редуктор полностью в сборе будет готовы уже такой не новый но перед как перебраны получается один редуктор будут сам переделать просто корпус заказал редуктора и там и ай чашки дифференциала там такие специальные они зубчиками жду сейчас когда придут но еще вернее они отправили даже но делают редуктора до чего под заказ вот эти редуктор стоят чего 35 сборе если вот такой с блокировкой я потом буду когда снимать буду показывать видео вот это все когда буду устанавливать все это покажу расскажу там чё-чё к чему где заказывал расскажу какой организации как рекламка такая будет этой организации они ли нам скидочку сделали я покажу короче походим посмотрим кое-какие запчасти я купил уже надо было съездить перми заодно заехал там магазин купил поршневую один комплект стоит 4 280 ничего делать нормально чтобы уже все по уму чтоб было тем более если будут что там протачивать и этими блок нормально все по-моему делает и заодно это все новое потому что но эти гильзы ставить смысла тоже нет вот они старые они уже как бы и выработка на них есть и поршня там такие уже тоже не новую поршня то конечно можно было еще оставить ну и в любом случае надо менять тут сеть кольца новый покупатель а тоже только тут поршневых пальцев или это нету я специально не брал с поршневыми пальцами потому что Но он дороже будет, этот комплект Уже где-то будет около пяти тысяч стоить Там пальцы нормальные, что их смысл менять И сейчас посмотрим, что там есть поршневой Интересного Так, Костромская Кострома Вот они, колечки Вот два Компрессионных такие, нижние Это вот блестящее верхнее колечко И маслосъемное одно Так, и сейчас смотрим Тут еще что? Резинки Комплект резинов Тут даже инструкция все есть Правда инструкция такая, ничего не написано в этой инструкции Толко Вот СМД, ЗИЛ есть Какие группы тут, туда-сюда Немножко что-то написано и все Какие-то мне не нравятся вот эти резинки, такие простые Как я понял, просто резиновые Не силиконовые Ставить их не ставить, ну по идее Это они заводские, хорошие должны быть Вот силиконовая, которая стояла на Урале Такие вот колечки вот снял По виду оно как новое вообще, даже не сплющенное Несколько, какие-то некоторые были там подплющенные Такие чуть-чуть Как бы уже обжатые А вот некоторые какие-то такие как новые вообще На этом движке, вот два года прошло Они вот как новые Такие резиновые они обычно как-то и все равно Со временем они потом как твердеют как-то Или что? Или мягкие наоборот какие-то бывают Становятся как-то, разъедают их как-то почему-то Сейчас посмотрим саму гиризу и поршень Вот поршень Поршень главное идет Вот как она называется Типа тефлоновое какое-то, или какое-то напыление Вот это Как покрытие Вроде бы Главное вот, не написано в инструкции Что они с покрытием каким-то там или с чем Ничего в инструкции вообще про это нет Год выпуска стоит К2, что-то главное Под поршнево-палечный размер Какой-то объект, допустим, покрашен Когда вот таким цветом, темным И он, ну, больше теплоотдача у него Получается А когда вот он такой блестящий Допустим, белый какой-то У него теплоотдача хуже намного И он когда в поршень внутри стоит Он тепло отдает стенкам Гильзам, ну, гильзам, как сказать На гильзы передается больше тепла И он, ну, лучше охлаждается И для этого таким темным цветом красит Да, еще интересную вещь я покажу Вот гильза А вот сейчас поближе Вот А, К Тут какой-то знак, видимо Ну, это знак завода, видать 236 А5 Вот это какая-то, что такое, я не знаю Треугольник какой-то Ну, короче, смысл в чем Сейчас покажу Гильза какая-то покрыта Каким-то чем-то Я не знаю Вот чем она так покрыта Тоже в инструкции ничего не написано Покрыта тефлоном Или молибденом каким-то Или чем, не знаю И вот и внутри даже Тоже такое же покрытие Вот внутри гильза Для преработки типа, видимо, может как Чтобы лучше прерабатывать поверхность Это или что Пишите в комментариях, что это такое Что за покрытие такое А, что еще хочу показать Разобрал вот этот клапан Здесь который Называется дифференциальный клапан Тут на этой книжке посмотрел Там инструкции Не мог врубиться Что, для чего он нужен Получается вот отсюда с насоса Масло закачивается, да И сюда идет уже в блок Центрифугу Там в этот масляный фильтр Там очищается Как бы И потом уже идет Ну дальше там по каналам Распределяется Уже идет на вкладыши Там на эти вот на все Ну эти, на шейки На коренные Там на шатуны Да, попадает уже Еще там куда-то Ну на расплитвал На что идет А вот здесь вот этот Вот эта трубка Тут тоже в блок вкручивается И здесь там идет канал Так идет как бы Ну кверху туда Он идет вот В основной вот этот канал Ну самый центральный канал Который идет через весь блок С которого подается масло Уже туда на шейки коренные Вот отсюда с насоса Сразу же идет канал Вот сюда И здесь стоит такая Как типа втулка Ну как клапан Такой интересный Главное Такой С таким Как бы вырезом С обоих сторон Такие вырезы два Под наклоном Главное так они идут Тут шайбочки регулировочные стоят Вот они шайбочки Тут пружина одевается Вот так сюда Я покажу Вот так пружина одевается И он вставляется вот сюда Вот так вот Раз Вот так вот Вставляется Сюда вставляется еще сверху Вот такая штуковина Типа как Как ну Придавливает ниже туда его Клапаны Так вот задавливается И потом стопор уже вот Вот сюда в отверстие Смысл тут какой короче Как я понимаю Ну получается что вот допустим Давление отсюда Да давит от насоса И оно сюда попадает Тут давление высокое Тут где-то в районе там 7 где-то 8 очков Там где-то Или больше даже там Качает насос А с этой стороны Когда масло проходит Через фильтры там Через синтрифуги Там давление уже теряется Оно уже Ну не как здесь Вот уже меньше Чем здесь будет В промежуток вот Он попадает вот сюда Вот канал Ну как бы тут закрывает его Ну типа как он здесь стоит Вот тогда И как видим вот отсюда давление Когда сильно высокое Он как видать Как-то не знаю Вот так опускается вниз Что ли Как бы сжимает пружину Как я понял Клапан вот эти вот Отверстия совмещаются Здесь внутри И тут начинает масло Сливаться вот сюда И как бы сюда выходит Через это отверстие Вот сюда И в поддон обратно сливается Тут же так мудрёно сделано Как-то Короче хрена его знает Пишите в комментариях Что такое Что за Что за дифференциальные клапана эти Замудрённые такие Тут сделаны вообще Что трубку надо Вот эту мне Или покупать новую Или заказывать Точить Потому что вон она вся Покосанная здесь Что-то я не хочу ее ставить Вон здесь Как такие Проеденная Такое изношено Вот с другой стороны Тоже такая же ерунда Вон Такой износ сильный И колечки Вот такие Новые Силиконовые А еще хочу проверить Давление Вот нашел манометр Такой Только он под воздух Правда сделан Но Масло тоже должен Показывать Наверное давление Это тоже будет казать Тут вот хочу Сделать и подсоединить Вот не знаю Через такую трубку Что ли Медную Или как-то шланг Сюда сделать И чтобы проверить Вот масло Механическим Манометром Давление Какое оно Может мне там неправильно Этот датчик показывает Ну этот указатель Или датчик Вон урал стоит Ждет Дожди Каждый день Тут вот сегодня Что-то вроде погода Настроилась немножко Более-менее Такая стала Это каждый день Вообще дожди Ничего нельзя делать А еще купил Тут эти Новые ходовые огни Вон такие Ярко так горят Вообще мощно Они с поворотником еще Это посередине Как поворотники Но они 12-ти вольтовые Такие как это На поворотники Подключишь Не подойдет Ну так На скотч Приклеивается И вот так вот стоят Ярко-то горят еще А те которые старые были Они у меня Начали Одна лампочка Вторая Смотрю не горит Как по одной лампочке Но они как-то слабо и горели Как-то не очень так 500 рублей стоят Ну сейчас все дело Встало Короче На этой машинке Растачивающей Жду пока придет Чтобы в первую очередь Движок мне сварить Потом уже редуктора Начну делать Ну сейчас Что Время уже К концу сентября Подходит По идее еще октябрь Так более-менее Как бы еще тепло будет Как бы морозов сильных Все не будет По-любому Так что До зимы Успею сделать все это Все отреставрировать Главное движок мне сделать сейчас Вот покажу Колеса еще Колеса приготовил Все уже Для установки Как бы Только втыкай их Навье Навье Эти покрасил диски Тут Правда Внутри не стал красить Ничего Не стал тут все красить Это надо их мыть Все чистить Ржавчины Геморроя Столько Вот тут одно колесо Вот это Немножко так Остатками краски Тут помазал Чуть-чуть Изнутри Ну так Лучше смотрится Уже Покрашены А тут диски Такие уже негодные Их по идее Надо выкидывать Эти диски Уже плохие Как бы это И тут местами Вот Подварил Трещинки Уже где-то идут Так Насколько хватит Ну есть какие-то Получше тут Диски Есть какие-то Похуже Проварил Проварил И все Полностью Тут все Усилил Насколько Хватит А потом Не знаю Буду покупать Уже новые Диски Ладно На этом Буду заканчивать Всем всего Хорошего Удачи И до новых Встреч Ждем Машинку Эту Шлифовальную Протачивающую Протачивающую